Еще один удивительный пророк – это пророк Гошия, или Осия. Замечательный пророк, который пророчествовал не просто из какого-то Божьего откровения, а из своей личной жизни. Помните судьбу пророка Гошия, да? Вошел он и взял Гомер, дочь Девдоима, и она сочела и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Израэль, семя Божье, потому что немного пройдет, и я взыщу кровь Израэля с дома Июва, и положу конец царству дома Израэля. И будет в тот день, я сокрушу луг Израэля в долине Израэль. Вы знаете, Израэль – Исраэль. Израэль – это долина. Израэль – это долина. Израэль родила она дочь, и сказала ей, нареки им имя Ло-Рухама, потому что не буду больше Арахэм Ло-Рухама, значит, не буду больше Арахэм, миловать дома Израэля, чтобы прощать им. И сказал он, нареки ему имя Ло-Ами, потому что Ло-Ами означает «не мой народ». Вот дети Осии, они такие удивительные, носили название. Тот их, не мой народ, непомилованное. И эти люди ходили и прямо свидетельствовали собственными именами. И еще вы помните, случилась с ним такая трагедия, что его жена его бросила, но потом жена вернулась. И когда они поводили, действовали с другими, и не имели права в таком случае возвращать жену в дом, но по милости она была возвращена в Руху. И Осия также говорит, что по милости Божией будет возвращен Израэль. И как сам Осия смилостивился над женой, так будет возрожден Израэль. И Бог не уничтожит Сына Своего. Ну и, пожалуй, самый замечательный и удивительный пророк – это пророк Исаия. Это настолько объемное, настолько пророчество большое, что некоторые говорят, что было две Исаии. Один старый Исаия, другой новый Исаия. Почему? Смотрите, когда Исаия пророчествовал? Исаия пророчествовал, когда Северное Царство, да, вот, уже было почти полностью захвачено, да, и уже двигались на Южное Царство Ассирийские войска. Но, помните, в день смерти царя Осия, да, Осия был хороший царь. В это время было пробуждение в Израиле, и народ боялся, что же произойдет дальше. Изначально я видел Исаия. А? И Исаия, Исаия, да. Да. Исаия, 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 спасет, Яго, Бог, да. Исаия, Бог, спасет. То же самое, что Иисус. И видит он в видении, что сам Господь находится в храме, то есть края одежды, талит, края талита его, да, мы говорим, крылья, когда это употребляется к талиту, вот, крылья, его покрывает весь храм. И талит Божий покрыл храм Божий, да. И Бог помазывает Исаия особым образом через раскаленные угли к пророчеству, да. И вначале Исаия пророчествует удивительные вещи. Хотя царь Ассирий очень грозный, и вот он уже почти захватывает южное царство, да, уже осаждает Иерусалим. Но Бог говорит, смотри, вот эта женщина, не успеет она родить, девушка или молодая женщина, да, то есть не пройдет и девять месяцев, как царь Ассирий, что будет уничтожен. И действительно так произошло. То есть то, что должно было произойти на 60 лет раньше, все-таки произошло. Вавилония захватывает власть, и царь вавилонский, как его называют? Невухаднецар. Наби – это небо, да. Значит, царь чего? Небо. Царь – небо, или царь, поставленный небом. И он захватывает Ассирию, Ассирию разделяет вот те же самые государства, Медоперсы, Урарту и Вавилония. Да? Потом, после того, как Медоперсы разодрали с вавилонянами государство Ассирии, что происходит с ними, они начинают ссориться между собой, да? И мы увидев, что проходит еще менее 100 лет, и уже Вавилония падает под Медоперсидским зашествием. Но такое время, когда еще Вавилония была слабой страной, но в это время Исаия пророчествует о царе Вавилонском. Он говорит, как о сильном царе, о могучем, о том, что Вавилония уничтожит Израиль. Но придет избавитель, да? Придет Машиех. И вторая часть пророчества Исаии, она идет о мессианском царстве. Некоторые вещи у Исаии сбылись, некоторые вещи еще говорят о тысячелетнем царстве, которое придет вперед. Удивительнейший, удивительнейший пророк. И его пророчества перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать. И это написано на стене здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Да, это программа, да? Это программа на будущее. Но, к сожалению, пока народ продолжает воевать. Потому что есть еще хорошее пророчество. Нет мира нечестивцам, да? До тех пор, пока придет Ишуа, Мессия, будут люди воевать друг с другом. И это, видите, происходит. Мы видим, приближаются последние дни. Дальше происходит изгнание. Изгнание в Вавилонии происходило в несколько этапов. И пророки эпохи изгнания – это кто? И Хескель, и Эзекииль, да? И Даниил. И Эзекииль и Даниил. И Эзекииль дает удивительнейшее пророчество. Пророчество о долине костей, да? Вот он видит, что Израиль подобен высохшим костям. Нету в них никакой жизни. Но он видит, как начинают собираться эти кости. Но Духа Божьего еще нет в них. Но Дух Божий появляется, да? Ну, страшное пророчество. Представьте себе, встают мертвецы. Идут не один, не сто, а тысячи, миллионный. Целое поле мертвецов встает. Тысячи сожженных в Освенциме и так далее, и так далее, да? Представляете? Миллионный людей. И вот в них Дух Божий. И они обрастают плотью, и они оживают. И так и Израиль. Из небытия. Удивительное еще пророчество, что рождение Израиля будет подобно родам женщины. Да? Я ли доведу до родов и не дам родить? И в один день образовывается Израильское государство. Было ли когда-нибудь такое? Да? Все, и Россия, и другие государства, они образовывались в течение какого-то времени. Какая-то империя постепенно наращивала, наращивала себя. Но Израиль из небытия образовывался в один день. Еще другое пророчество, когда пояс, помните? Да? Пояс. И что? Напиши, возьми этот самый, два жезла, Израиль и Иуда. И обвяжи их поясом, и они будут едины. И действительно, сейчас нет деления на Израиль и на Иуду. Израиль это удивительное государство, которое есть все евреи, со всех концов света. И никто не знает, какого колено. Ну, может, такие-то есть сейчас, Левиты Кагановичи, Ливаневские. Так тебя еще помнят, правда? Но люди не знают, какого они колено. Но все они становятся единым целым. И там еще пророчества есть, которые не исполнились. А другой пророк Даниил, тоже удивительнейший пророк, который пророчествует и о времени Ишуа. Если у нас будет время, мы поговорим о пророчестве Даниила. И пророчествует и о Ишуа, и пророчествует о последних временах. Теперь Израиль и Иудея перестали существовать. Не знаем, где колено северные, но южные, да, сохраняются. Поисходит удивительная революция, так называемая Великая Фарисейская революция. Кто является основоположниками этой революции? Ну, всяческая революция есть движущиеся силы. Еврейская буржуазия. Это первая еврейская буржуазная революция. Когда евреи попали в Вавилонию, они вначале были пленниками. Но Бог не оставлял евреев. И евреи стали довольно зажиточными людьми, да? Некоторые евреи переняли очень много нееврейского, вот, и перестали быть евреями. Но основная часть евреев все-таки сохранилась. И вы знаете, простой народ, амха-арец, как говорят, народ земли, то есть крестьяне. Есть время крестьянину, который работает на земле, можно сказать, 7 дней в неделю, да, и без выходных, без перерывов соблюдать сутуру. Нет, да? Но у буржуазии была такая возможность. Поэтому движущие силы, да, становятся буржуазией. И образуется такая буржуазная партия, которая называется Прушим. Прушим означает фарисеи, отделенные. Парушь означает отделять, да? Отделять. Они были отделенные. Почему фарисеи сказали, что идолопоклонство произошло из-за недостаточного нашего знания Торы. И это правда, да? И из-за того, что мы не выполняли всех заповедей, которые находятся в Торе. Значит, мы должны посвятить свою жизнь, чтобы мы были настолько чисты, да? Чтобы пришел Мессия и спас нас. Мы должны быть особо чисты. Мы должны иметь большую святость, чем и вели левиты и священники. Теперь нету храма. Но Бог в нас и есть у нас Тора. И молитвы в храме заменены что? Изучением Торы, чтением Торы и молитвы в синагоге. Синагоги и существовали, и до того они не заменяли храмы. Были они в стране израилевых, это были места, где изучали Тору. Но мы видим, что, в общем-то, Израиль был в невежестве. Даже многие цари не знали Торы. Но после фарисейской революции евреи становятся страной стопроцентной грамотности. И самая мечта любой матери, чтобы сын ее стал каким? Мудрецом Торы. И теперь обязательно для того, чтобы служить Богу, быть из колена левита или из когенок? Нет. Значит, может любой человек, который хорошо знает Тору. И возникают учителя Торы, которые называются Рабиим. Раби-ны. Да? Раби. Рабиим. Раби-ны. Вот такая удивительная фарисейская революция. Отметьте, значит. Фарисейская революция. Движущие силы. Да? Партия Прушим. Это буржуазная партия. Это буржуазная партия, потому что это люди, жившие в городах. А, бург и буржуазия. Партия Русим. Прушим, да. Прушим. Фарисеи. Прушим. Пэ переходит в фарисеи, да? Фарисеи это по-гречески вариант. Прушим. Означает отделенные. Значит, центром поклонения и центром изучения Торы становится не храм, а что? Синагога. Значит, священники просто помнят, что они из священников. Ну, некоторые связаны, допустим, Пидион Габен, выкуп первенцев, еще там как-то со священниками. Но фактически вместо священников кто становится? Учителя Торы. Равим. Да? Равим. Они не являются, колено левита не являются когенами. Это просто любой человек, который достаточно имеет времени, достаточно имеет знания, да, чтобы хорошо изучить Тору. Итак, особенности фарисейской революции. Первое. Центром поклонения и служения Богу вместо храма становится синагога. Первое мы пишем. Центром поклонения и служения Богу вместо храма становится синагога. Что значит синагога? Син-симфония, да? Синагога, значит, совместная, вместе собирается. Дом-собрание. Дом-собрание, значит, синагога, она имеет три еврейских названия, которые отражают ее функцию. Первое. Бейт-кнесет. Бейт-кнесет. Это дом-собрание. Раньше кнеса, ход, кнесет, это где было? В воротах, помните, мы говорили? В воротах города. Теперь это происходит в синагоге. Значит, первое. Бейт-кнесет. Дом-собрание. Здесь решаются не только религиозные вопросы, но и различные другие нужды, да? Экономические нужды, есть и бедные, раздача бедной, раздача гуманитарной помощи, помощь, допустим, при захоронении людей, да? И так далее. То есть много различных социальных функций. Это бейт-кнесет. Второе название – бейт-фила. Дом молитвы. То есть бейт-фила – это центр поклонения и молитвы. Создается специальная литургия. И центром литургии становится основная молитва, которая какая называется? Шмоне-эсре, да? Шмоне-эсре, 18 властоведий. И молитва, которую дал нам Ешо, это есть сокращенный вариант, причем сокращенный так, как допускается фарисейской мыслью, сокращенный вариант Амиды. Бейт-фила – дом молитвы. Следующее название – бейт-мидраж. Помните, мы говорили, мидраж – это что? Изучение, исследование и истолкование, да? То есть это центр учения. Бейт-мидраж – центр учения, центр исследования и толкования Торы. Второе. Жертвоприношение заменено молитвой. Жертвоприношение? Да. Появилась синагогальная литургия. Жертвоприношение было заменено молитвой. Видите, есть литургия на определенные дни. В субботу. Каждый проводит служение в своем доме, да? То есть каждый здесь выполняется завет Господа быть царственным священником. Это же, представьте себе, какая великая революция. Каждый хозяин дома, он священник в своей семье. Потому что мы не знаем, куда еврея закинет судьба. Может, там будет и одна единственная семья. Но и там, как говорят, домашняя церковь, да? И суббота – это и служение домашней церкви. И особая субботняя литургия, которая очень похожа на то, что делалось в храме. Вместо жертвенника у нас стол, да? Вот, вместо миноры у нас что? Свечи. Мы преломляем хлеб. Мы благословляем вино. Мы благословляем Господа. Это чудесные, великолепные еврейские традиции. И мы говорим, благословенный Господь, Бог наш Царь. Вселенная, которая заповедовала нам зажигать свечи, допустим. Или заповедовал нам об умовении рук. Есть такие заповеди. Некоторые мессианские евреи говорят, мы не должны это делать, потому что это не заповедано народу Израиля. Да, народу Израиля это не заповедано. Это было заповедано священникам делать, да? Делать священникам. Поэтому, раз мы священники Бога Живого, то эта заповедь касается и нас. Это очень хорошая, интересная мысль. И мы видим, что жертвоприношение было заменено молитвой. Особое место заняло изучение Торы. Тора, Слово Божие, да, логос, мемора, она становится центром всего. Все идет от Торы. И Тора есть центр всего. И мы говорили, место священника, четвертое. Итак, первое, синагога. Второе, молитва. Третье, изучение Торы. Пишите ключевые слова. Четвертое, это что? Равины. Это удивительно, что равеном мог стать любой человек, который достаточно хорошо знал устную и письменную Тору. Какая же функция равена? Некоторые говорят, что равены – это еврейские священники. Это неправильно. Равен – это не священник, это учитель. Некоторые вещи еврейские, например, для того, чтобы евреям жениться, там не нужен даже равен. Правда? Там нужно что? Кольцо, жених, невеста и два свидетеля. Любые. Если жених дает невесте кольцо и говорит при этом волшебные слова, этим кольцом ты посвящаешься мне по закону Моисея и Израиля, свадьба уже состоялась. Все остальное – это уже добавки. Правда? Вот, говорят, допустим, без попа свадьба не может быть у православных. Но у евреев, пожалуйста, на здоровье свидетели, потому что это для Бога и для людей. То есть удивительные вещи происходят. Итак, функции равны. Первое – быть учителем и толкователем закона. И объяснять людям, как применять Тору в практической жизни. Появились первые проповеди. Проповеди называются Драш, которые сопровождали чтение Торы. Помните, разделили Тору на главы. Итак, это идёт и сейчас. В субботу читается глава, потом ещё идёт Драш. То есть проповедь на тему этой главы. Итак, первая задача – равна быть учителем закона и объяснять людям, как применять Тору в практической жизни. То есть появилась проповедь Драш. Дальше появились второе – религиозные школы – Ешивы, где равны заняли место учителей. Ешивы – религиозные школы, где равны заняли место учителей. И это способствовало появлению и развитию устной традиции. Устной традиции. Помните, есть письменная Тора, да? И есть устная традиция, которая толкует письменную Тору. И то, и другое для нас важно. Следующая задача равна быть судьёй, да? Судить по законам Торы. Причём целью суда не является выявление виновных и наказания. А целью суда является установление мира и исправления. Итак, цель еврейского суда – не наказание виновных, а что? Восстановление мира и исправления. Почему? Потому что милость превозносится над судом. И бывают случаи, когда суд или законы говорят, что этого человека нужно убить. Но милость говорит, что этого человека можно помиловать, да? И исправить. Вот Ешуа судил женщину, которая была в прелюбодеянии. По закону или по милости? По милости, правда? По милости. И это цель еврейского суда. Убить легко, да? Восстановление мира и что? И реабилитация, так сказать, исправление, да? Исправление. Тикун. Тикун. Реабилитация, исправление. На юрите тикун. Исправление. Хорошо. Дальше. Равен участвует в служении. Хотя есть определенные люди, которые тоже участвуют в служении. Например, Хазан, ведущий молитву. Но все-таки Равен участвует в служении и часто ведет служение совместно с Хазаном. Потому что он наблюдает за правильным ведением служения. Да, следующая функция Равена. Равен должен быть представителем общины перед языческой администрацией. Часто такую функцию выполнял Раби Акива, да? Или часто, если нужно было решать какие-то вопросы с евреями, от имени общины кто выступал? Равен, да? Равен. Значит, быть представителем общины перед языческой администрацией. В том числе и перед царями. Теперь следующий момент, который касался революции. Особая роль уделялась домашнему служению. Что-нибудь говорит Торо о домашнем служении? Учи. Это что? Сидя у себя дома и идя в работу из дома и так далее, да? И такой удивительной домашней школой является шаббат. Правда? Шаббат – это нечто удивительное. Конечно, шаббат был и раньше, но шаббат часто носил строгий характер. Но здесь шаббат как чудесное время, когда мы в окружающем враждебном мире. И это остров мира, остров покоя. Это наш шаббат. Мы защищены. Мы находимся под Божьим покровом. Выключайте мои великие шаббаты. Я бы вообще советовал великие выкидывать. Ну, разве что, может, пару человек, которым это нужно связывать с работой. Но просто так, знаете, для того, чтобы вякать – это тоже воровство, которое сатана дает людям. Вот. В особенности в субботу, да? То есть, действительно, еврейский дом – маленький храм, объединенный стол – алтарь, на нем минора, халы. Каждая глава семьи – первосвященник в своем доме. И в субботу он становится царем в своем маленьком острове мира и прообразе Царства Божьего. И даже Павел говорит о домашней церкви, правда, еврейской семье. Итак, функции отца как служителя домашней церкви. Первое. Отец становился равенным учителем. Он обязан был научить детей Торы. Вторая функция отца. Он должен был сам жить в чистоте и быть примером. И следить, чтобы все происходило в его семье тоже под законом Торы. И третье. Каждый отец семейства становился маленьким предосвященником для своих домашних. И именно в результате фаристейской революции было осуществлено вот это Божье пророчество, что народ царей и священников. Потому что каждый человек, да, он царь и священник для своей семьи. И еще один момент, который касается вот этого домашнего служения. Резко увеличилась роль матери. Мать – это царица, да? Всегда к женщинам было особое отношение у евреев. Видите, в других народах женщина – это было каким-то предметом. Есть то, что можно было попользоваться и выбросить. Но даже к рабыням и даже к проституткам есть определенные защищающие их законы Торы. К любой женщине. Потому что женщина, она ее особо велика. Потому что женщина – это мать и царица. И еще последний момент. И еще последний момент. Возникло учение о Мессии. Спасители, избавители Израиля. И народ стал ждать и молиться о приходе Мессии. Правда? Если мы возьмем еврейский молитвенник. Мы говорим, что большая часть литургии была сделана именно во Вавилонское полеяние, которое не было записано. Это была устная традиция. Но мы видим много молитв о спасении. Ешуа, ты придешь, да? Есть молитвы о приходе Мессии. Замечательные молитвы. Это положительные черты. Ну, а как вы думаете, были отрицательные черты? Ну, разумеется. Самой главной отрицательной чертой – это было разделение на две касты. На Амха-Арис, да? И Прушим, те, которые хорошо знали Тору, и невежды, которые не знали Тору. И стали говорить, что если невежды не знают Тору, он никаким образом не будет спасен. Помните? Вот. Или возникала такая гордость внутренняя. Вот, я такой. А этот, ну, там, мы, он такой вот нехороший человек, да? Да. То есть возникали вот такие отрицательные вещи. То есть все общество Израиля разделилось как бы на две касты. На Амха-Арис и людей, выполняющих Тору. Второе. Резко усложнилась устная Тора. Фарисеи хотели все сделать и хотели все сделать самым лучшим образом. Но мы говорили о положительной, положительной последней – это ожидание Мессии. Теперь говорим об отрицательных чертах. Что разделилось общество на два класса. На Амха-Арис, да, и Прушим. И вот эта надменность разделения чистых, отделенных Прушим и вот этих людей, которые копаются в земле. Это очень отрицательно. Второе. Мы говорили, что резко усложнились законы. Усложнились законы. Появилось явление ограды. Чтобы не нарушить закон, ставили ограду. В свою очередь ограда является… Нельзя, значит, допустить, чтобы все нарушили ограду. Значит, ставят еще новую ограду. Ну, типичным примером мы говорили, вот этот пример, что нельзя есть мясное и молочное. Да? В Торе нет такого закона. Есть только… Нельзя варить козленку в молоке его матери, даже у него вообще какой-то другой козы. И не есть его. Я думаю, что это связано с конкретным обычаем, который не могли нарушать. Поскольку я питаюсь от мясокомбината, и если я возьму колбасу, скорее всего, свою и запью кефиром, то я думаю, что я не нарушу особенно этого закона. Правда? Вот. Вы понимаете. Но, значит, чтобы не есть, значит, надо не есть мясо. Хорошо. А если я вдруг есть курицу буду? А кто-то подумает, что я еху козленка и запиваю молоком. Да? Значит, курицу тоже нельзя есть. А раз нельзя есть вместе, так, значит, надо сделать два набора посуды, два холодильника, это, ну, конечно, для продавцов просуды и холодильника это выгодно, но простому народу, амхаморец, дай бог, чтобы одна тарелка была. Вы сами понимаете, да? То есть резко усложнились законы. И третье, что авторитет устной торы стал выше авторитета письменной торы. И третье, авторитет устной торы стал выше авторитета письменной торы. Об этом же говорил Иешуа. Помните? Сказано вам то-то, то-то. Или карван, вы говорите, жертва Бога, то, что предназначено. А что сказано торе? Да? Скоро точно, что надо почитать отца и мать. То есть, чтобы вы поняли, что Иешуа не критиковал огульно всех фарисеев. Он сам был равен, и он сам был фарисей. Все согласны или есть возражающие против этого? Я говорю, что он Бог, но как человек, он имел определенное место социальное в этом мире, да? И он был равен, он был учителем и фарисеем. И даже более того, из какой школы, это мы уже потом будем говорить, из школы Гилеля он был, да. Потому что были две школы, школа Гилеля и школа Шимая. Итак, вот эти три отрицательные вещи, они послужили тому, что потом, позднее фарисейская революция, и фарисеи стали тормозом к приходу Иешуа. Следующий удивительный пророк, который пророчествовал в то время, Даниил. Даниил жил при нескольких царях. Он начал пророчествовать при Навуходрицарии, потом на Бониде, да? Был потом царь, который отверг Господь, да? Майне текел упорсим. А потом появились персидские цари. Да, Даниил. И Даниил видел несколько видений. Одно видение видел царь и толковал его Даниил. Это какое видение? Это видение удивительной статуи, да? Удивительной статуи, в которой голова была одна, туловище было другое и так далее. И другие были видения, в частности, о различных зверях. О, там четыре гигантские звери уходят из моря, да? Один зверь как лев, а другой как орел и так далее. Были у него видения о козле, который бодался, помните, во все стороны, да? То есть, различные видения. Вот. И есть несколько толкований. Да. Лев. Это обозначает бабель, Вавилон. А у идола на выходной царе была золотая голова, означавшая золотое царство. Лев, царь зверей, золото – это царь металлов. Медведь у Даниэля и бык у Ехескеля – это существа медлительные, неповоротливые. И похожи были на сущность персов, которые, подобно медведям, не знали меры ни в еде, ни в питье. И персия – ниже Вавилона. Поэтому, какой металл? Серебро, да? И то, что ниже находится головы, то есть, туловище. Вот. Дальше. Барс, или в некоторых переводах леопард, или гепард, или тигр. Это символизировало Грецию. Да? Еще, говорится, это был козел, который бодался во все стороны, да? И потом его царство распалось на сколько? На четыре части. И последнее, да? Это какой-то зверь был похож на дракона, да? Вот зверь, который был прохож на дракона. И этот зверь был страшным. И ниже – Железное царство, да? И Железное царство – ноги, которые в свое время распались. Частью они были глиняные, да? А части были металлические. То есть, четыре духовные силы, царящие в мире. Пророчество Ехескеля – лев, бык, человек и орел. Пророчество Данила – лев, медведь, тигр и чудовище. Идали на выходе цара – четыре, металла – золото, серебро, медь и железо. Четыре из знания – Вавилон, Персия, Греция и Рим. И если прослеживать пророчество до нашего дня, то четыре сверхдержавы. Смотрите, Британия. Британия. Кто на ее гербе изображен? Лев. Россия почему-то вся связывает с каким? С медведем. Да. Греция, а возможно Франция – это колыбель современной европейской демократии, свобода, равенство и братство. Она сделала человека главным объектом поклонения. И у Ехескеля какое-то третье? Помните? Человек, да? Четыре. Зверевый Ехескеля тоже есть. Хайот. Человек. А, Орел. Какая страна сейчас имеет такой герб? Америка. Кстати, буквы, составляющие Рим, входят в название Америка, да? Рим. Америка. Рим. И даже прославленный капиталистский холм, она как бы получила в наследство от Рима. Следовательно, четыре сверхдержавы – это Англия, Россия, Франция и Америка. И еще были четыре лагеря у евреев – Егуда, Ефраем, Реувен и Дан. И что на их пыле тоже изображены животные, да? Егуда, лев, бык там был изображен, да? Да. Вот, и колено Дана там был изображен змей. А, нет, да. Да, вот я еще там, кто у нас был? А, да, было изображение человека тоже, по-моему, у Ефрема. Кстати, вы знаете, что флаг Советской России – это символ Эйсава. Своим мечом будешь жить. И кроме большевиков, красный фон для флага использовали только пираты и нацисты. Турецкий флаг тоже красного цвета, но турки тоже, помните, воистованный народ, да. Вот. То есть, есть пророчество намного вперед. Только Даниил указал абсолютно точно, посчитал, сколько звезд на небе, сколько капель моря, и тогда некоторые равенны повесились на собственной косе. И посчитали книгу Даниила непророческой. Потому что, если я сейчас не буду подробно рассчитывать, есть точное время прихода Машеха. Но даже более того, книга Даниила говорит о царе Северном и царе Южном. И это мы будем видеть НАТО и страны Исламского договора. Посмотрим еще дальше. Это еще такие намного пророчества, больше, чем мы сейчас видим. Хорошо. Сколько у нас еще минут? 10 минут. Еще 10 минут. Ефрем. Сейчас, сейчас, сейчас. Иуда, Ефрем, Ревуэн, Дан. Тогда Ефрем, Бык, Ревуэн, Человек, Дан, Орел. И не Орел, а Змей, Змей. Змей. Хорошо. Значит, во времена Эзры и Нехемии происходит возрождение. Возрождение, потому что происходит возвращение евреев, да? И восстановление второго храма. Постановление о возвращении евреев было издано царем Киром, и тоже по пророчеству, да? Которое было показано, прочтено царю Киру, и он увидел, и действительно решил, что он должен поступить согласно этому пророчеству. Это был 530 год до нашей эры. Затем евреи, восстановив храм, они тоже к Богу обратились, да? Было возобновлено чтение Торы, и причем толкование Торы, потому что многие уже говорили на арамейском, не зная иврита, и многие не знали Тору. И был заключен еще один интересный договор. Этот договор был заключен как раз на Рожгашана, когда весь народ собрался в Иерусалиме. Эзра читал и объяснял законы Торы, вот, а евреи рассуждали по поводу этих законов. И 24-го Тишрея они собрались перед храмом и громогласно покаялись в своих грехах. После этого заключен был договор о строгом заблюдении законов Торы. Обязательства этого договора. Первое. Не родниться с окружающими народностями. Второе. Соблюдать вятость шабата. Третье. Не засевать поле в седьмой год. И четвертое. Не угнетать бедных. И Эзра был первым человеком, который собрал так называемое Великое Собрание. Мудрецы Великого Собрания. Эзра был великий учитель. Эзра канонизировал Танах. Помните? Было очень много разных сочинений. И Эзра и его ученики собрали все эти сочинения, да? И уже написали то, что входило в Танах. Ну, еще не все вещи тогда вошли в Танах. Еще в Танах не входила книга Истер, которая как была художественным произведением. Еще Песень Песен не входила в Танах. Я не помню, что там еще. Но уже был канонизирован в основном Танах. Танах это что? Тора, Невиим, Туим. Да? Тора, Пророки и Писание. И я говорю, что книга Даниила была отнесена не к Пророкам, а к Писанию. Так что сделали члены Великого Собрания? Члены Великого Собрания, первое, установили распорядок молитвы и точное их время. И в частности, в Шмане-Эсре, основную молитву трехдневных служб. Второе. Они упорядочили книги Танаха. И это можно назвать первой канонизацией Танаха. Они еще не записали, но уже собрали то, что потом будет называться Мишной. И эта Мишна передавалась из уст уста. И возникла особая группа людей, которые стали называться книжниками. Софрым. Софрым. Софрым, да, относится от слова Сефер и к слову Миспар, число, потому что эти люди записывали Тору и точности подсчитывали. Традиция вот записания Торы. Мы можем видеть, что, не знаю, как там до Эзри, но со времен Эзри абсолютно Тора не изменилась. Она абсолютно так же написана, как в те времена, во времена бодрецов Великого Собрания. Вот. Но еще вот интересно, что одновременно к этому, с этим временем существовало египетское святилище. Помните, я вам говорил, недалеко от Асуана был храм, где, возможно, находился Ковчех. И это был альтернативный храм. И таким образом возникло уже предрасположение к делению народа на две большие группы. На эллинистов и евреев. И это деление возникло в эпоху Александра Македонского. Александр Македонский, да, он жил, значит, примерно около 300-го года до нашей эры, да. И вот удивительные вещи. Во время осады Цура Александр потребовал от престарелого первосвященника Иерусалимского храна прислать его армию для подкрепления. Тот отказался, мотивируя тем, что нельзя, что он дал клятву верности персидскому царю. И тогда цар направился в Иерусалим, чтобы наказать бунтарей. А дальше у меня такой подзаголовок. Как можно обозвать царя козлом и остаться безнаказанным? Шимон присылает царю Александру своего внука, тоже очень умного человека. И он добивается расположения Александра. Он подходит с книгой Даниила и показывает, что у реки стоит овен, у него два высоких рога. Один выше другого он бодает западу, северу и югу. И никакой зверь не может устоять против него. И вдруг с запада появляется козел, и у него рог между глазами. Козел ярости бросился на овна и поразил ему слова ему оба рога. Роги, я тебя обломаю, да? Смысл видения Даниилу объяснил архангел Гавриил. Овен с двумя рогами, Мидия и Персия. А, пришедший с запада, косматый козел, Греция. Рог между рогами, первый ее царь. Это и Адуй, внук священника Шимона, объяснил Александру. И Александру так это понравилось, что он пощадил Иерусалим, разрешил жителям Иудеи соблюдать свои законы, освободил от уплаты податей каждый седьмой субботний год. Об этом рассказывает Иосиф Флавий. Более того, Александр разрешил евреям служить греческой армии. И те евреи, которые служили в греческой армии, позднее получали наделы. Вы помните, ветераны, они имели право получать наделы, имения. И многие из этих людей получили имения на Крытии и Кипре. И откуда, помните, были помощники апостола Павла? Скрыты из Кипра. И также они расселились в Малой Азии. Началось то, что стало называться Эллинским рассеянием. И больше всего евреев где сосредоточилось? В одном городе. Александрия. Александрия был город, подобный Одессе. Это был крупнейший портовый город. Ворота страны во все страны мира. И из миллиона жителей этого города 300 тысяч были евреи. Такое положение было в Одессе в начале 20 века. Третья часть населения были евреи. Но возникла проблема между эллинистами и между теми евреями, которые продолжали соблюдать еврейские традиции. После смерти царство разделилось на 4 части. Селевкиды, часто царство Селеккидов, часто царство Персии и сирийское царство, царство Птоломеев в Египте. То есть, разникло несколько царств. И опять возникла та же самая проблема. С севера Сирия, с юга Египет. И куда бедным евреям податься? И куда бедным евреям податься? И после освобождения от власти Антиоха, евреи предпочли найти себе союзника, но свой бедный больной голова. И этим союзником был Рим. И вот римские войска с миротворческой целью, как миротворцы организации объединенных наций, входят в Иудею. О том, что случилось дальше, мы, как сказала Шегеризата, поговорим на следующий раз.